Всем привет! Меня зовут Алена, я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня 1 апреля, а значит, пора начинать марафон апрельских стартов. Это будет уже третий раз для меня, третий год, когда я запускаю этот марафон. И, вы знаете, я каждый раз с таким волнением и трепетом жду начала этих стартов. Не знаю, в течение года, конечно же, тоже бывают новые работы, но почему-то именно апрельские обладают неким таким шармом, некой особой притягательностью. Но я предпочитаю не задумываться о причинах этого явления, а просто наслаждаться. Наслаждаться возможностью хотя бы начать работы, о которых давно мечталось, но которые никак не получается встроить их в ритм отшива основных процессов. А здесь есть возможность хотя бы начать, хоть немного к ним прикоснуться. Но и, конечно же, если работа небольшая, то я буду очень рада увидеть финиш. Теоретически в этом году, в этом сезоне марафона это возможно, потому что у меня такой марафон по облегченной программе прошлого года, то есть у меня будет 5-6, может быть. Я до сих пор не решила стартов. И, конечно же, по несколько дней на каждую работу. Есть шанс получить какие-то финиши, но обо всем этом уже будем вместе с вами узнавать именно по ходу марафона. И давайте без особо долгих вступлений перейдем к той работе, к тому процессу, который я буду открывать этот марафон и который буду начинать именно сегодня. Вы уже видите перед собой книгу. Называется она «Sweeted and the Rose. Прекраснее, чем роза». Выпускала ее в 93-м, кажется, ну, в общем, в начале. Да, 92-93 год. Выпускала компания Leisure Arts целую серию, то ли из 12 книг. Большая часть из них посвящена различным новогодним темам. Эти книги очень известны. Их, видимо, напечатано было огромное количество, потому что их много до сих пор. И на ebay, и на амазоне их легко найти. И группы, ну, по крайней мере, страницы в инстаграм, которые занимаются перепродажей раритетных различных наборов, схем. Там тоже частенько эти книги мелькают, так что найти при желании можно. Так вот, в этой, казалось бы, новогодней серии есть вот, по крайней мере, одна, а может быть, даже несколько неновогодних книг. Не знаю, я тоже предпочитаю не задумываться над тем, почему она, почему такая книга цветочная оказалась в новогодней серии. Я просто предлагаю вам сейчас посмотреть, какие же здесь есть потрясающие работы. Я ни в коем случае не буду сейчас делать какой-то такой длинный и подробный обзор. Наверняка они, во-первых, уже есть, ну, а во-вторых, сильно не хочется сейчас занимать ваше время. Просто полистаю вам немножко книгу, чтобы вы могли посмотреть, оценить, какие здесь есть работы. Да, бумага глянцевая, и, к сожалению, невозможно полностью избавиться от бликов, но, тем не менее, я думаю, что вам, вы можете составить представление о том, какие здесь есть дизайны. Да, они все цветочные. Те или иные цветы в каждом из дизайнов присутствуют. Они разбиты на группы именно по наименованию цветов. Огромное количество небольших дизайнов для прикладных каких-то вещей здесь. Здесь, кстати, помимо, конечно, красоты самих работ, мне очень нравятся и фотографии, которые представлены, нравятся варианты оформления. Посмотрите, какая красивая шкатулка получается. Да, то есть помимо вот обыкновенных дизайнов, рамок, даже есть несколько сэмплеров. Посмотрите. И, знаете, это одна из немногих книг. Не скажу, что у меня огромная библиотека, но, вы знаете, книг и даже по большей части журналов у меня много. Так вот, это одна из немногих, из которой я могла бы вышить, ну, если не прямо все, то практически все. Вот эту работу я когда-то тоже хотела вышивать. Не получилось. Но сегодня все равно не ее день, не ее вечер, но когда-нибудь, возможно, к ней тоже вернусь. Собственно, все, с дизайнами мы закончили. Дальше идут схемы. Схемы, как вы видите, в общем-то, как и всегда у Leisure Arts, они очень яркие, цвета символьные, четкие, достаточно крупные, но лично для меня все-таки ярковато. Мне не очень нравится. Такой вариант, но куда уж деваться. Буду вышивать, потому что есть. И еще хочу показать вам такую маленькую книжечку. Она шла в комплект к этой книге. Я не знала, совершенно покупала эту книжку на ebay и не представляла, что такое еще дополнение к ней есть. Это оказалась маленькая брошюрка, даже не книга, а брошюрка с рецептами десертов и разных чайных напитков, да, разные сорта чая. Мне очень интересно, я, конечно, ничего не готовила и не уверена, что буду готовить. Но вот смотрите, здесь есть рецепт варенья из розовых лепестков. И еще мне очень нравится на последней страничке это какие-то пирожные, которые помимо крема украшены засахаренными настоящими лепестками розовыми. По-моему, потрясающе. Но для сопровождения, да, это действительно, это было издано прямо вместе с книгой. То есть я сначала подумала, что это какой-то подарок, не знаю, бонус от отправителя, но нет. Это все шло в комплекте. Ладно, давайте это отложим. Одним словом, замечательная книга. Вы уже поняли, что я практически во все дизайны здесь влюблена. И давайте обратимся все-таки к той работе, которой я буду вышивать сегодня. Посмотрите, ну какая же это, я не знаю, как описать эту работу, какие чувства, эмоции она вызывает. Но вот здесь в сопроводительном таком небольшом тексте, который относится к этой части книги, то есть здесь все работы, они посвящены феечкам. Да, вот здесь их тоже много, феи, бабочки. И сказано, что такие прелестные, да, волшебные создания, они нас отправляют в мир детства, когда у нас были безграничные просто просторы воображения. Она и напоминает нам ту страну наших детских грез, куда уже зачастую взрослый человек, да, взрослый взгляд не достигает. Ну, потрясающая работа, конечно же, помимо исполнения, помимо самой задумки, да, вы видите, что здесь маленькая такая феечка, она сидит на букетике, как сказать, на небольшом букете из цветов. Это своего рода, наверное, у нее карета, да, и ее везут четыре бабочки, которых она держит за шелковые такие шнурочки. Конечно, помимо самого дизайна, помимо проработки непосредственно бабочки и феи, мне очень нравится, что здесь есть объемные элементы. Эти ленточки, да, они не вышиты, они не пришиты, не сделаны там корзингом или как-то еще, а это действительно объемные ленты, которые вот таким образом выделяют эту работу и делают ее несколько необычной и, на мой взгляд, очень-очень притягательной. Здесь эта работа представлена в двух вариантах оформления. Конкретно на этом развороте плед, он достаточно большой, но я так понимаю, что это какая-то вот специальная такая ткань. Я одно время давно еще задумывалась о ее приобретении, потому что и в журналах периодически, в старых, мне попадались схемы, которые рассчитаны именно на эту ткань. Вот здесь вы видите такие деления на квадраты, очень специфические, да, именно для таких пледов разработаны, были разработаны некоторые количество схем. Так вот, здесь предлагается либо вышить такой плед, либо это NG Design здесь есть на свитере. Вышивался он, я прочитала, но забыла, то ли это была, ну, не водорастворимая какая-то, по-моему, съемная, может быть, канва, которая выдергивается. Я, честно говоря, просто глазами прибежала, не стала заострять внимание на этом всем, потому что мне это не нужно. Давайте я только немножко поближе сделаю, наверное. Так. Мне это не нужно, потому что я все равно хочу эту работу вышить просто на основе, да, на льне, и оформить потом в раму. Естественно, без стекла, то есть это будет такое объемное украшение, и, скорее всего, это будет стоять для меня на прикроватной тумбочке или на туалетном столике, но мне кажется, это, знаете, такой как раз а-ля в бодуар. Очень хорошо будет подходить работа, но посмотрим. Конечно же, для начала самое главное нужно ее вышить. Давайте немножко сместим вот так. Превью, значит, по поводу материалов, на чем я буду вышивать. У меня есть вот такой вот кусочек льна от Пермин. Куплен он был очень давно. Я уже не помню, как название называлось именно по имени, да, но у меня есть только номер, номер, который сохранился на упаковке 06520. Я, конечно же, сейчас говорю про номер цвета. Визуально он очень похож на 101-й, на античный белый из коллекции из палитры цветов Цвайгард. Так что это такой лен, 32-й каунт. Я немножко побаиваюсь на Пермин. У меня с ним были не очень приятные моменты, что называется. А именно, ох, очень плохо утюжился. Ну, наверное, не буду я лучше разворачиваться. Собственно, белая ткань тут ничего интересного. В общем, не очень хорошо у меня получалось отутюживать, когда я пыталась вышивать на Пермине, на пяльцах. Поэтому думаю, что здесь я сейчас, как видите, край уже у меня обработан на машинке. Я сейчас, естественно, перед началом максимально постараюсь все разутюжить, а потом вышивать работу буду на раме. Не совсем удобно. Я как-то предпочитаю такие быстрые старты и работы, которые не собираюсь вышивать долго. Я предпочитаю вышивать их на пяльцах, потому что станок один, там у меня стационарный процесс, не очень удобно все это менять. И понятно, но здесь я боюсь, очень сильно боюсь за заломы. Поэтому лучше уж немножко повозиться с организацией и вышивать уже, чтобы потом ничего не пришлось мне как-то отутюживать и беспокоиться за работу. Дальше давайте, наверное, я покажу вам нитки. Ниток здесь набралось очень и очень много. Вот целая такая... Так, надо, чтобы поместилось. Вот, посмотрите, у меня есть коробка-шкатулка. Это коробочка от Аги Бокс, которой я когда-то пользовалась. И посмотрите, какое количество нитей и материалов нужно для, казалось бы, небольшой работы. Здесь более 50 цветов. И, да, некоторое количество у меня было просто еще не перемотанное. По-моему, двух... Ну, здесь не хватает, по-моему, четырех бобинок, потому что две у меня эти нитки, их нет уже в бобинках, они есть просто нарезанные на других процессах. И так как здесь используется, ну, буквально, я не знаю, на 5-10 крестиков, я просто возьму ниточку оттуда, уже сюда ничего не стала таскать. И двух цветов у меня не оказалось вообще никоим образом, но я думаю, что очень легко их заменю, потому что, ну, опять же, несколько крестиков. Это не основной цвет в работе, не такая уж большая. Там в бабочках что-то в одной бабочке какого-то одного цвета у меня не хватает, и в другой бабочке. Это все совершенно несложно и легко можно будет заменить. Дальше. Здесь вы видите еще три оттенка крейника. Это уже моя собственная задумка. Я думаю добавить что-нибудь, может быть, в крылышки. Сейчас мы с вами еще раз немножко подробнее посмотрим на превью. Ну, здесь у меня три оттенка блендинг филамент, то есть самой тоненькой ниточки. Золото и голубой цвет хайла. Стороня очень сильно сияют, а это, ну, что-то перламутровое, какая-то ниточка такая относительно универсальная. Значит, почему голубой и золото? Давайте-то я уже все уберу. Почему же голубой и золото? Наверное, здесь лучше вам показать, да? Так, вот. Здесь фея сама эта крупнее. Посмотрите, у нее крылышки. Как раз используется в двух цветах. Бледно-голубой и краешки такие желтые. Посмотрим, подумаем. Здесь на пледе вышивка вся идет в три нити и бэк в две нити. На свитере, вот на предыдущей вот здесь страничке, вышивка в две нити и бэк в одну нить. Я всю работу буду вышивать в две нити, а вот крылышки, мне хочется, чтобы они были немножко, имели такой более прозрачный эффект. И я подумаю, либо я их вышью в одну нить крестиком. Вышивается все крестиком. Крестик, три четверти, одна четверть, а и несколько фрузелков, это в глазах бабочек и на кончиках их усиков. Никаких разных сложений нити нет. Здесь все продумано. Как бы вышивка ровно и в одно, но мне не очень как-то это нравится. Мне хочется крылышки сделать более нежными, более прозрачными. Я подумаю. Может быть в одну нить. Может быть нижний крестик будет цветной, а верхний крестик будет каким-нибудь крейником. Везде, не везде, а может быть просто по контуру. Ничего не знаю, но хотелось бы немножко такого мерцания в крылышки добавить. Наверное, по поводу... Так, да, про дизайн вам сказала. Ткань показала. Теперь по поводу раскладки. Посмотрите, что здесь есть в схеме. Раскладки я имею в виду... Вы же прекрасно понимаете, что здесь нет никаких расстояний. В общем, четко не фигурирует, сколько крестиков нужно отступить от одной бабочки до другой бабочки. В общем, ничего такого не сказано. Вот, посмотрите, есть только схема пледа. Есть, соответственно, отдельная схема каждой фигурки. Есть ее размер. И есть вот такая чисто схематичная, как вышивать на пледе. Мне это не совсем вариант понравился. Вы видите, здесь достаточно высоко задрана сама феечка, и уже ниже ее летят все бабочки. Я приложила, мне не понравилось. Да, что я прикладывала? Смотрите, я сделала вот такие бумажные заготовки. Просто посчитала на калькуляторе. Ну, я имею в виду вышивальный калькулятор, да, по крестикам, с какую площадь займет у меня каждая из пяти фигур. Вырезала такие квадратики-прямоугольнички и стала раскладывать их на основе, примеряла так или не так. И в итоге вариант, который показан на свитере, на джемпере, на этом мне понравился больше. То есть, если вы присмотритесь, то увидите, что здесь бабочки, они все-таки немножко повыше летят, не совсем так вниз уводят. Поэтому я приблизительно буду вот пытаться располагать все элементы на канве неким таким образом. На этом со вступлением все как-то. Ну, и так у нас, по-моему, несколько затянулось. Давайте же скорее сейчас заправлять канву в станок и приступать к отшиву первых крестиков. Спешу показать вам свои первые крестики. Знаете, вам может показаться что-то особо, не чем-то и гордиться. Ну, что-то такой малюсенький какой-то цветочек. Но знаете, что этот цветочек выпил из меня буквально все соки. Я совершенно не представляла, что это настолько кропотливая схема. В каждом лепесточке от трех до четырех цветов. Два, три, да дай бог, что три, а то обычно и один полный крестик. Еще штуки три, четыре четвертинки. Время на всю эту крохотульку ушло. Вагон и маленькая тележка. Нет, смотрится, конечно, здорово. Я ничего не хочу сказать. И да, как вы видите, я сразу сделала бэк, по крайней мере, на лепесточках и на сердцевинке. Саму ножку пока не стала трогать. Там просто рядом еще будет уже. Когда вышли цветочки, сразу одним цветом и сделаю. Ну, как-то я так, конечно, надеялась, что получится побыстрее. Потому что тут... Ой, сейчас попробую показать вам кусочек этой схемы. Ну, вот, смотрите, вот этот нижний малюсенький цветочек. То есть я начала вышивать саму эту феечку. Я не знаю, сколько здесь. Мне кажется, даже ста крестиков нету. Ну, насколько же это все кропотливо. Такие крохотульки. Я сейчас хочу перейти на большой вот этот лист. Мне кажется, все-таки немножко попроще его вышивать. Большой лист. Может быть, потом на саму уже фею. А вот эти вот все. Вот еще один такой же цветочек. Жуть какая. Вот этот розовый вроде полегче. Да, здесь видите, сколько? Раз, два, три. По три цвета. Ну, хотя серединки тоже есть. Но все равно, хотя бы тут три, пять, шесть крестиков одного цвета. Это полегче. Ну, вот этот просто... После меня цветочек как-то немножко даже напряг. Неожиданно. Но, но... Ну, смотрится, конечно, здорово. Надо признать. Буду вышивать. Я так лихо думала, что за три-четыре дня я, может быть, если и не все, то хотя бы половину фигур, да, там, две-три из пяти сделаю. Ну, так знаете, я уже начинаю думать, что дай бог бы с одной справиться. Это было бы очень-очень здорово. Давайте, наверное, когда побольше уже листиков все-таки отошью. То есть, это такие первые крестики. Я вам показала самое начало. А следующее включение будет, когда уже побольше сможем на что-нибудь посмотреть. Понемногу продвигаюсь дальше. Причем, как вы видите, действительно понемногу. Пока у меня прорисовались только два листочка. Здесь это я не то, что не доделала, да, дырка такая. А там просто ножка у цветка вот будет такого светло-зеленого цвета. Поэтому пока пропустила. Но зато уже сразу сделала бэк на этих листочках. Смотрится, конечно, потрясающе. Правда. Здесь настолько удачно подобраны нитки. И, конечно, настолько хорошо просчитаны все эти четвертинки, что смотрится... Я не знаю, насколько вот на камеру будет это все передаваться, но в жизни действительно прям настоящие листочки. Особенно, когда встаешь немножко так от работы, отодвигаешься. Бегло так взгляд, да, взглядом проводишь. Потрясающе смотрится. Да, я прямо в восторге. Я не ожидала, что будет настолько классно. Но как же это сложно вышивать. Не то, что сложно, но очень кропотливо все вот эти... И я даже не знаю, понимаете, это просто крестики, просто четвертинки. Но почему-то так долго все идет, так медленно. Я не знаю, сколько в этих листочках, поскольку я вышиваю с бумаги и... Ой, там сложно предположить. Ну, не знаю, где-то от 200 до 300 крестиков вот эти листочки заняли. Но я вышивала почти два дня. Это же жуть какая-то, серьезно. Кажется, так много времени... Ну, непонятно на что. Такое все крохотулечное, такие маленькие листики. Я, конечно, регулярно ошибаюсь в своих оценках, да, в своих суждениях. Если вы мои видео смотрите, вы понимаете, то я там говорю, ой, тут надо вышить 300 крестиков. А потом бах, оказывается, что надо вышить 600. К тому я справлюсь за два дня. Вышиваю там чуть ли не неделю. Это да, это я за собой такое знаю. Но насколько же я сильно ошиблась в оценке этой работы вообще в целом. Мне казалось, что будет так все быстро, так все просто. Да, я тут вам говорила... Да, по-моему, говорила же в предыдущем кусочке, что, ой, как было бы здорово вышить хотя бы вот эту одну фигурку феи, да, сидящую на тех самых листочках. Но вы знаете, я думаю, что было бы круто хотя бы именно саму фею-то умудриться вышить. Потому что сейчас я именно на нее и буду переключаться. Потому что более-менее такой, как сказать, большая фигура, которая вышивается тремя, что ли, всего цветами. Но, в общем, там должно быть достаточно просто сравнение с этими листиками. И я думаю, что это будет мой последний заход. Да, я вышью вот само тело феечки. И, наверное, на этом пока все. Время, которое я могу уделить своему первому старту, подошло к концу. И давайте же посмотрим, что у меня в итоге получилось. Вышила я саму фею. И, в общем-то, все тело, да, всю кожу и даже личико я тоже сделала. У меня остались крылышки, остались волосы. Я сделала бэк, но не стала доделать его до конца. Во-первых, вы видите, вот здесь еще на руке остался кусочек недоделанный. У меня просто закончилась нитка. И я решила, что ради такого маленького участка уже начинать новую не стоит. И на лице тоже не стала вышивать там несколькими разными цветами. По два-три стежка, честно говоря, просто не хотелось этим всем заниматься. Да, она, конечно, выглядит сейчас очень-очень странно и смешно. С таким недоделанным лицом, без волоса, без крылышек. Но, тем не менее, мне очень нравится все, что получается. Мне нравятся цвета. Несмотря на то, что я имею в виду сейчас цвета кожи, несмотря на то, что здесь есть достаточно такой резкий переход между светлым и более темным цветом, все равно в целом мне нравится, как это все выглядит. И мне даже нравится. Я не стала ничего изменять в самой схеме. Я имею в виду вот эти не совсем как бы плавные изгибы, не совсем такие изящные ножки. Вы знаете, когда я вышивала свою миробилию, материнские объятия и все прочие миробилии, которые я тоже планирую со временем вышить, вот там корявые ручки, ножки и лица меня, честно говоря, так раздражают несколько. Поэтому я всегда буду обращаться к Катерине за переделанными схемами. Мне кажется, что с изящными ручками, ножками и с такими, на мой взгляд, лучшими выражениями лица, которые у Катерины, получается, работа выглядит намного интереснее. Мне кажется, они более красивыми. Но тут, конечно, уже на вкус и цвет. Я знаю, что есть и любители именно оригинальных схем от Норы, но здесь я бы не хотела менять ничего. Я не знаю почему, но конкретно в этой схеме мне хочется, чтобы фея была именно такой, как ее изначально задумал дизайнер. Мне кажется, в этом есть какой-то свой определенный шарм. Поэтому, да, ничегошеньки не меняла, ни крестика, ни четверть крестика никуда, ничего не добавляла. Конечно, мне очень интересно, как получится лицо в итоге, когда там будет бэк, но правда не хотелось уже ковыряться. Я немножко подустала. И даже, знаете, не немножко, а так я была не готова. Я была просто не готова. Я неправильно оценила сложность этой работы и вот это расхождение между моим представлением о том, как это должно быть легко и реальностью, да, насколько кропотливо все это получалось, то да, я несколько вот была выбита этим из колеи. Тем не менее, работа на данном этапе завершена. Я насчитала здесь тысячу крестиков, но считала, знаете, так очень, очень примерно. То есть я пересчитала все полные крестики, и я даже бэк до конца не досчитала. То есть я вот до этой круглой цифры в тысячу дошла и решила, что хватит, все уже. Какие-то там остатки. Я не знаю, если складывать тут все эти четвертинки и оставшийся бэк, ну, может быть, сотни крестиков еще там где-то наберется. Ну, нет, уже не буду я с этим заморачиваться. Не очень мне понравилось эту вручную пересчитывать. Все-таки, да, к саге быстро привыкаешь. Поэтому я для себя записала результат в одну тысячу крестиков для старта этого предостаточно. Естественно, как всегда, мне не хочется забрасывать работы, которая у меня так стартует. Все хочется продолжать, продвигать. Несмотря на то, сколько сил и времени я на эту работу трачу, безусловно, хотелось бы, конечно, ее продолжить. Но посмотрим, как уж дальше будут развиваться события, насколько скоро мы вновь с ней встретимся или не встретимся, не знаю. Посмотрим, как пойдет. Но в любом случае, я очень рада, что начала. Мне безумно нравится все, что получается. Не буду лукавить и говорить, что мне нравится процесс. Не сильно он мне нравится. Слишком все-таки много там колупаться нужно. Но результат, конечно же, все это окупает. И когда я представляю себе, как это будет в конечном итоге выглядеть, эти бабочки, ленточки, ну, по-моему, должна получиться очень оригинальная и красивая работа, замечательно подходящая для спальни, для такого бодуара. На этом я свое видео буду завершать. Я надеюсь, вам было интересно и книжку было полистать интересно и на эту работу посмотреть. Впереди еще как минимум 4 старта. Там уже как пойдет. И я должна вам сразу сказать, что все работы, которые вы в дальнейшем в этой рубрике, да, в этом марафоне увидите, они будут, ну, как минимум, не избитыми. Не могу за абсолютно все сказать, что эти работы вы увидите впервые, ошибы вы увидите впервые. Но, тем не менее, сюжеты действительно нетривиальны. И часто на YouTube они нигде не мелькают. Так что, если вам понравилась эта работа, впереди еще много всего интересного. Присоединяйтесь, ждите новых видео. Ну, а пока большое спасибо вам за просмотр и до встречи!